Отключение газа, говорят специалисты, крайняя мера. Долги некоторых неплательщиков исчисляются десятками тысяч рублей и другого выхода заставить их платить нет. Мы имеем право в праве в одностороннем порядке расторгнуть договор, если абонент не оплачивает в течение трех расчетных периодов. Ну, как правило, мы обращаемся в суд за засканием при образовании задолженности в размере 10 тысяч рублей. После этого в работу включаются судебные приставы. В их присутствии визит газовиков к должнику становится менее опасным. Хотя попасть в квартиру к неплательщику получается не всегда. Несмотря на предупреждение о визите, требования быть дома многие игнорируют, а то и попросту не открывают дверь, чтобы не остаться без газа. В этом случае предусмотрен штраф. На человека, который, зная, что к нему придут представители Федерального службы соединенных приставов совместно с газовой службой, не открывает дверь или не находится дома, составляется административный протокол за противодействие правосудию и взыскиваются денежные средства согласно решению суда. В этом случае по решению суда сумма штрафа может составить от двух до пяти тысяч рублей, плюсом к основному долгу за газ, перекрыть который дело нехитрое. В течение 10-15 минут на газовый кран ставится запорное устройство, снять которое можно лишь имея ключ либо хорошую ножовку по металлу. Долг жителей этой квартиры уже приближается к десяти тысячам. Хозяйка оправдывается, расплатиться по счетам помешали проблемы со здоровьем. Чтобы погасить долг, много сил и здоровья не нужно, объясняют газовики. При себе они носят мобильный терминал. Пара минут и проблема решена, одним должником меньше. А судебные приставы отправляются по новому адресу. В прошлом году в Самарской области за долги от газоснабжения отключили более двух тысяч квартир. Павел Баймаков, Станислав Левин. События.